На позитивной ноте стартовал традиционное оперативное совещание районной администрации. Молодежь Щелковского района отметили за спортивные успехи. Созданная менее года назад, женская мини-футбольная команда «Спарта Щелкова» стала чемпионом Московской области и пробилась в финал всероссийских соревнований, завоевав там второе место. Также наградили учащихся Щелковского района, отличившихся во время сдачи нормативов ГТО и состязаний в президентских спортивных играх. Благодарственными письмами главы района за активную и плодотворную работу отметили руководители Щелковского МФЦ, школы номер 8 и городского парка культуры и отдыха. Награды от Российского совета ветеранов за активную работу по патриотическому воспитанию был удостоен руководитель районной администрации Алексей Валов. Затем перешли к насущным вопросам. Буквально на днях состоялось заседание правительства Московской области, на котором губернатор региона озвучил важные новости. Губернатор региона Андрей Юрьевич Воробьев объявил о решении повысить 1 сентября 2016 года зарплату работников в сфере здравоохранения, образования и культуры. В среднем от 10 до 30 процентов, в зависимости от категории работников. Повышение зарплаты должно коснуться более чем 220 тысяч сотрудников бюджетной сферы. На индексацию оплаты труда планируют дополнительно выделить 9,3 миллиарда рублей. Особое внимание на совещание уделили вопросам инвестиционной политики. На данный момент ежегодный оборот крупных предприятий района, таких как Аграхим, Хлебозавод и Валента Фармацевтик, составляет порядка 45 миллиардов рублей. И все же нехватка рабочих мест немалая, порядка 49 тысяч человек. Чтобы дать им возможность трудоустройства, при администрации района сейчас работает штаб по созданию благоприятного инвестиционного климата. На его еженедельных заседаниях уже было рассмотрено 30 проектов, общий объем инвестиций которых составит порядка 9 миллиардов рублей. Уже реализован проект предприятия по производству пилетов в Огудневском поселении. Также планируется индустриальный парк, дилерский центр РНО, рыболовный клуб и, что самое главное, несколько сельскохозяйственных производств. Также строительство тепличного комплекса с автономным энергоблоком – это у нас в поселении Монина. Подобран участок, инвестор представил нам очень интересный проект. Мы его рассмотрели на инвестиции и надеемся, в ближайшее время он будет реализован. Также в скором времени в городе Щелково будет запущен проект МФЦ для бизнеса, в рамках которого предприниматели, обратившиеся в многофункциональный центр, смогут получить поддержку по нескольким направлениям. Это подобрать информацию о недвижимом имуществе, которое является либо государственным, либо муниципальным. Это получить информацию об организации участия в закупках, то есть узнать, как можно тому или иному бизнесу поучаствовать в закупках, которые ведет администрация на территории района. И, соответственно, это предоставление информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Обсудили на совещании прогресс в градостроительстве на территории Щелковского района. С 1 января по 25 мая 2016 года на территории муниципалитета было введено в эксплуатацию семь многоквартирных домов с общей жилой площадью более 72 тысяч квадратных метров. Параллельно продвигается развитие социальной инфраструктуры. Идет строительство семи детских садов. Три из них строятся по программе губернатора региона «Наша Подмосковья» в городе Щелково, деревне Медвежья озера и поселке Новый городок. Детский сад на 140 мест по адресу Щелковский район, поселок Новый городок. Также высокая строительная готовность составляет 92%. Ведутся работы по внутренней отделке и благоустройству. Окончание строительных работ 15 июня 2016 года. Также большим подспорьем для спортивной инфраструктуры стал новый физкультурно-оздоровительный комплекс на Дальнем Воронке, открытый в мае. Уверен, что с каждым днем комплекс будет становиться все более и более востребованным. Обсудили итоги проведения массовых мероприятий в районе. Одним из самых масштабных стало прошедшее недавно предварительное голосование за кандидатов в Московскую областную и Государственную думы, организованная партией «Единая Россия». Более 60 массовых мероприятий в мае были организованы в сферах культуры и спорт. А самым значимым из них стало торжество в честь Дня Победы. Руководитель районной администрации отметил отличную организацию. Особо хотел отметить работу главного руководителя администрации на территории. Тоже сделано было очень много. Отдел культуры постарался, выложился для того, чтобы вот та священная память, которая у каждого нас живет в сердцах, была подкреплена таким вот массовым посещением тех мест, которые нам определяют эту память. О социально-экономическом развитии поселения Анискинское на оперативном совещании отчитал с его глава Олег Вершинин. На данный момент исполнение бюджета поселения за 2016 год по доходам составило более 24 миллионов рублей. В ближайших планах поселения комплексное благоустройство шести придомовых территорий. Уже проведены масштабные работы по наведению порядка. Руководитель районной администрации отметил, что бюджет поселения ориентирован на нужды жителей. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».